приветствую вас дорогие гости и подписчики нашего канала для всех любителей криминальных историй наш психологический проект про нас предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов совершенные против членов своей семьи как вовремя распознать этих потенциальных преступников скрывающихся под маской социально благополучных личностей чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей мы рассказываем на нашем основном канале про нас ссылку на который я дам под этим видео также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и поставить лайк авансом так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас а а а а а а а бет барнард жила со своими родителями на сказочном австралийском острове филипп в пляжном поселке большинству австралийцев остров филипп известен своей трассой гран-при быстрыми мотоциклами более быстрыми супермаркетами и знаменитой колонии пингвинов фергус кэмерон был одним из основателей прибыльного предприятия гран-при острова филипп но тем не менее продолжал работать на семейной ферме а его брат был советником графства по стороннему маленькое сплоченное сообщество острова филипп может показаться закрытым и даже скрытным одной из таких аутсайдеров была вивьен кэнди которая вышла замуж за фергуса кэмерона и переехала с ним на остров в конце 1970-х годов пара была хорошо известна в сообществе из четырех тысяч человек у пара было двое сыновей пока вивьен изо всех сил пыталась приспособиться фергус познакомился с жизнерадостной 21-летний бет которая работала на параде пингвинов на острове филипп где фергус также был волонтером четыре месяца спустя фергус нанял бет на работу в качестве рейнджера на семейном участке и к маю 1985 года у них начался роман вивьен чей отец бросил ее мать ради более молодого любовника неоднократно предлагала фергусу консультацию с психологом по вопросам брака поскольку у нее возникали подозрения что он замешан в романе на стороне вечером 22 сентября 1986 года фергус кэмерон и его жена вивьен находились в местной больнице на острове филипп в виктории фергус истекал кровью из ран на спине и пореза на ухе той ночью медсестра расспросила пару о причине травм фергуса но ей показалось что пара ведет себя уклончиво она утверждала что они упоминали что-то о падении через стеклянную дверь после того как в больнице мужчине оказали помощь пара вернулась домой около полуночи затем вивьен отвезла его к сестре на ландкрузере и около трех часов ночи позвонила подруге робин чтобы спросить сможет ли она забрать их двоих детей она сказала что ей нужно отвезти мужа в больницу имея в виду поездку которая произошла часами ранее к тому времени когда тем утром жители острова филипп проснулись вивьен уже нигде не было а бет барнард была мертва в 9 20 утра 23 сентября 1986 года двое уважаемых жителей острова филипп один из которых был советником графства дон камерон отправились полицейский участок коуса чтобы сообщить о домашнем конфликте на ферме в риле в 13 километрах от них выслушав их бессвязный рассказ сержант клифф эш и один из его помощников поехали к частному дому в дверях спальни они нашли тело 23-летний бет барнард закутанное в одеяло у нее было несколько ножевых ранений горло было перерезано а на груди была вырезана буква а в то же утро вивьен кэмерон была объявлена пропавшей без вести а семейный лэнд крузер был найден возле моста сан римо с ее сумочкой и ключами внутри большинство людей пришли к выводу что эти два события связаны две группы дайверов обыскали дно залива в поисках тела вивьен кэмерон но ничего не нашли в течение следующих нескольких недель полиция опрашивала людей и собирала улики фотографировала делала видеозаписи и составляла картину преступления когда история раскрылась выяснилось что у бет барнард был роман с мужем вивьен кэмерон преобладающая теория которая в конечном счете стала официальной заключалась в том что вивьен спрыгнула с моста сан римо после убийства любовницы своего мужа приступе ревнивой ярости и так официальная версия гласила что вечером 22 сентября 1986 года фергус рано ушел с работы и провел несколько часов в доме родителей бет воспользовавшись тем что их не было в городе в это время его жена вивьен позвонила на ферму и выяснила что он не был на работе как он утверждал доказательства романа фергус остановились неопровержимыми и ожидая мужа она нервничала в 21 20 фергус вернулся домой и вивьен рассказала ему что знает об его романе ошарашенный он во всем признался в приступе ярости она разбила бокал с вином а его голову и спину нанеся настолько серьезные травмы что ей пришлось отвезти его в больницу пара попросила сестру фергуса марни и ее мужа и на приехать и понаблюдать за двумя детьми марни и и на они встретили в залитом кровью доме с разбитыми стеклами супруги вернулись из больницы около 12 30 в гораздо более спокойном состоянии обсуждая свой распавшийся брак пара решила развестись учитывая что кэмерона были известны семьей на острове филиппа было решено что фергус останется там с детьми вивьен вернется в мильбурн и останется с родителями пока она не обдумает свой следующий шаг около трех часов ночи мужа робин диксон разбудил телефонный звонок подруга вивьен звонила по телефону и просила пару приехать чтобы присмотреть за ее детьми пока она отвозила мужа в больницу робин согласилась на просьбу и прибыла в дом чтобы обнаружить чтобы взрослых ушли а дети крепко спят робин заметила что вивьен забыла свою сумочку это станет важной частью информации вскоре после своего звонка робин вивьен села в тойота лэнд крузер своего мужа и направилась к дому бет лэнд крузера был замечен соседкой бет около 3 30 утра а затем был замечен около пяти утра на мосту острова филипп где он оставался пока полиция не обнаружила его 10 часов спустя когда они осмотрели автомобиль они обнаружили что в нем среди прочего были две пачки сигарет разделочный нож и умывальник для лица залитой кровью на следующее утро фергуса разбудил в доме его сестры звонок от робин которая спросила почему вивьен еще не вернулась за детьми мысли фергуса обратились к его любовницы бет и жестокой ссоре с женой прошлой ночью вместо того чтобы лично проверить ее он попросил своего брата дона и зятя яна нанести ей визит цена в которую зашли дон и ян была поистине ужасающей ночная рубашка бет барнар была задрана до шеи а на ее теле были следы многочисленных порезов и колющих ударов ее горло было глубоко перерезано а на груди была вырезана отчетливая буква а на ее руках были порезы а бумажные полотенца возле раковины в ванной были заляпаны кровью как и большая часть дома рядом с ее телом был брошен нож было обнаружено несколько окурков которые как позже определили были брендом clarich and peter stevesant что говорит о том что убийца не торопился уходить и не особо заботился о том чтобы замести следы бет как известно не курила никаких различимых отпечатков пальцев обнаружено не было как предположил бывший детектив рорио коннор возглавлявший расследование это была жестокая и яростная атака это было личное определенно нет никаких сомнений в мотивах буква а вырезанная на ее груди представляла наибольший интерес полиция предположила что это отсылка к роману натаниэля хотор на алая буква романтика явно неромантичному роману 1850 года действие романа происходит в пуританском бостоне в центре романа молодая женщина которая рожает внебрачного ребенка публичный суд над ней включает в себя то что она должна носить алую букву а на груди до конца своей жизни знак для сообщества что она была прелюбодейкой вивьен кэмерон быстро стала очевидной подозреваемой когда полиция искала вивьен они наткнулись на ее ландкрузер припаркованный возле моста с ножом и кровью внутри но вивьен не увидели больше ее никто не видел живой и учитывая где была припаркована ее машина разоблачение накануне вечером визит в больницу и улики в машине предполагалось что вивьен кэмерон убила бет барнард а затем поехала на мост где покончила с собой в ранние часы дело было закрыто и семья кэмерон разрешили жить своей жизнью тем не менее сомнения остались и продолжают терзать жителей маленького острова кое-что противоречило официальной версии одна из коллег вивьен гленда фрост заявила что вивьен звонила и в десять часов утра в день ее предполагаемого исчезновения спустя много времени после того как она предположительно покончила с собой во время этого звонка разговор был сосредоточен исключительно на деятельности общественного дома острова филипп сказала подруга в своем заявлении в полиции друг который был с глендой в то время подтвердил что гленда разговаривала с человеком которого она идентифицировала как вивьен это была вивьен гленда была в этом абсолютно уверена речь шла о вещах о которых никто другой не знал бы и гленда абсолютно уверена что это произошло но коронер не принял этого внимания своих выводах небольшое и тесное сообщество острова филипп отреагировала на убийство шоком и ужасом но их мнение по поводу произошедшего разделились многие считали что полиция недостаточно тщательно проводила свои расследования и что их допросы были слишком поверхностными как и сами вопросы которые они задавали так и беседы с людьми с которыми они разговаривали и что ключевая информация была скрыта журналистская на пенсии мира мобах которая освещала район баса во время убийства говорит что многие отказывались разговаривать с полицией это было похоже на защиту репутации общины чтобы избежать сплетен люди считали что такая неприятность как убийство могла очернить знатную фамилию ричард шмайзль журналист который следил за этим делом в течение двадцати шести лет говорит что мельнбрунская команда по расследованию убийств прибыла в этот район совершенно равнодушно они не знали этих людей освещение убийства в сентинал таймс было крайне ограниченным наш тогдашний редактор подумал раз в деле замешано двое маленьких детей то не стоит по особым моральным принципам особо выделять это под кричащим заголовком опустошительное убийство на острове филипп айленд сан сообщил об убийстве на первой полосе в первую неделю на следующей неделе был один маленький абзац на следующей неделе еще один маленький абзац и больше ничего сми даже не удосужилась отправить на остров собственного репортера вместо этого попросив шмайзля написать для них статью печатные сми тогда странно молчали несмотря на новостную значимость историю об убийстве и предполагаемом самоубийстве писательница вики петрайтис написавшая в 1993 году книгу убийство на острове филиппа увлеклась этим случаем после посещения курса повышения квалификации чтобы помочь учителям лучше помогать детям после развода но при ближайшем рассмотрении выяснилось что все гораздо сложнее не так ясно как казалось сначала существует так много теорий и все что мы знаем это то что мы не знаем что на самом деле произошло той ночью что официальная версия на самом деле не имеет смысла пояснила она петрайтис посетила остров филиппа чтобы взять интервью у местных жителей и изучить дело но столкнулась с неожиданным сопротивлением и атмосферой страха когда я впервые приехала на остров чтобы начать свое исследование меня предупредили чтобы я не писала книгу объясняет она что поддерживала меня так это люди которые были готовы говорить со мной неофициально о том что по их мнению правосудие не восторжествовала они определенно считали что если официальная версия верна то вивьен действовала не в своем духе дело также поднимает вопрос совершит ли женщина такое жестокое преступление может ли женщина продержаться в убийственной ярости семь часов изучая свою книгу она связалась судебно-медицинским экспертом который изначально исследовал улики с места преступления он выразил свою неуверенность в том что нож найденный рядом с телом бет тот который как позже обнаружил анализ днк содержал кровь ювьен на рукоятке и на самом деле был тем что использовался при убийстве указав что двойные порезы на ее одежде не совместимы с данным лезвием это предполагало отдельное орудие убийства и возможно подброшенные улики содержащие кровь ювьен когда книга была издана книжные магазины острова филипп отказались продавать ее отрывок был опубликован в санди эйдж который местные газетные агентства и магазины на углу не продавали к счастью время сделала жители острова более открытыми для обсуждения 30 лет спустя люди гораздо охотнее разговаривают это по-прежнему является предметом постоянных разговоров многих местных жителей говорит петрайтис людям нужно окончание дела которое имеет смысл они должны чувствовать что справедливость восторжествовала писательница которая также работала с кейс файл над подкастом об этом деле указывает и на другие курьезы во первых во время обыска дома кэмеронов полиция не зафиксировала ни одного разбитого бокала кроме того пара которая посреди ночи забирала без присмотра детей кэмерон утверждает что видела там сумочку вивьен ту самую сумочку которую позже нашли в брошенном лэнд крузер если это правда то можно предположить что где-то между убийством бет и самоубийством вивьен поехала домой чтобы забрать ее что-то что искажает официальную хронологию для многих ключевой вопрос заключается в том была бы вивьен если бы она была жива сегодня осуждена за убийство существует мало доказательств связывающих мать двоих детей с местом убийства и нет следов крови бет в лэнд крузере которым вивьен по-видимому впоследствии управляла несмотря на бешеный и грязный характер убийства и если бы она вышла из тени и сказала я этого не делала я не думаю что они смогли бы доказать обратное считает вики петрайтис кэтрин уайтли криминолог и всемирно известный эксперт по женщинам убийством с трудом могла поверить что убийцей бет была женщина я вижу очень маскулинное мужское убийство не женское объясняет она но судебный психолог доктор сара юл считает что нападение на бет предполагает сильную ярость и даже месть жестокость этого показывает ту эмоциональность которая стоит за преступлением что также говорит о том что нападавший или нападавшие известны жертве на следующее утро после убийства бет семья камеронов заметила что их лэнд круизер пропал а вивьен также ничего не было слышно фергус попросил своего брата и зятя подъехать к дому бет и проверить ее именно там они сделали шокирующие открытие ее изуродованного тела но вместо того чтобы позвонить фергусу они поехали в полицейский участок где сообщили о смерти бет на этом этапе казалось что никто включая ее семью не искал вивьен а в 16.00 лэнд круизер был наконец найден возле моста сан-ремо примерно через 13 часов после предполагаемого времени убийства бет по одной из версий одной из причин убийства могло быть желание разобраться с завещанием вивьен камерон она была основным акционером компании под названием филипп айланд гранд пикс курксют сокращенно плацетас которая в 1985 году купила старую гоночную трассу на острове филипп тогдашнюю сельскохозяйственную землю с целью ее восстановления и возобновления гонок ее доля в компании была передана ее мужу в 1988 году в том же году плацетас сдала трассу в аренду компании боба барнарда и в 1989 году он провел первый австралийский этап чемпионата мира по мотоциклам а затем гран-при мотоциклов в 2004 году когда гран-при и супер байки прочно закрепились на острове филиппа плацетас продала гоночную трассу и окрестности линдси фокс за нераскрытую сумму полицейское расследование также обнаружила немного крови вивьен в ее доме но больницы сказали что она не пострадала после того как ранее ночью бросила свой бокал с вином в своего мужа все же окончательный вердикт заключается в версии с любовным треугольником который закончился жестоким убийством но могла ли вивьен совершить настолько идеальное преступление и инсценировать свою смерть валентин смит бывший старший детектив полиции штата виктория а ныне генеральный директор сети пропавших без вести считает маловероятным что вивьен инсценировала свою смерть она проделала довольно трудное дело поэтому если бы она решила инсценировать свою смерть то потерпела бы неудачу фергус кэмерон женился снова в 1993 году он до сих пор живет на острове филипп и является заместителем председателя destination philip island туристической организации которой поручено привлекать отдыхающих в красивое спокойное место пожалуйста напишите что думаете по этому делу согласны ли вы с официальной версии раскрытия убийства или же кто тогда по вашему мнению мог убить бет барнард делитесь вашими мыслями в комментариях кто эти страшные люди совершающие немыслимые преступления и как вовремя определить что человек с которым вы общаетесь нарцисс или психопат как сохранить себе жизнь когда вам стало понятно что вы находитесь рядом с такой патологичной личностью смотрите информацию на нашем основном канале ссылка на которой стоит под этим видео прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях совершенных нарциссами и психопатами